Как всегда, как Юра говорит, завтрак из ресторана Мишлен. С льмёза со звёздами Мишлен. В этот раз, смотрите, мы посыпали кунжутные семена. Надеюсь, будет с ними ещё вкуснее. Ребята, у нас пошёл дождь. У нас всю ночь, смотрите, дождь лил. Вот. Но с утра уже высохло, но прям похолодало. Сколько сейчас градусов? 18 градусов, но холодно. Прям уже всё. А наша красотка Бугенвилья всё равно цветёт. Прям шикарная. Вот, смотрите, какая она красивая. Не перестаёт прям радовать. Все остальные цветочки тоже всё хорошо. Но вот сегодня у нас дождь. Всем добрый день. Всем добрый день. Почему день? Потому что у нас уже час дня. И мы выдвинулись вот с ребятами, младшими нашими красавцами. Едем на, как это называется, на исследование территории. В общем, у нас Лёша едет через неделю где-то. Через неделю уже, да, примерно? Через неделю едет в школьный научный лагерь. У них, у шестых классов такое вот мероприятие среди учебного года, когда они выезжают всем классом, я бы сказала, всеми классами шестыми, выезжают в какой-то недалеко находящийся лагерь. И там, значит, они учатся, у них там всякие мероприятия на свежем воздухе, в том числе и по науке там, по, короче, типу биологии и прочим-прочим. В общем, такой тимбилдинг. Вот. Эта локация находится в получасе езды от нас, и мы поэтому решили съездить туда заранее, посмотреть, как там всё организовано, если, конечно, у нас получится зайти, но если не зайти, хотя бы вокруг походим, посмотрим. Они там будут спать, то есть они с понедельника по пятницу будут там находиться, вот, и в пятницу они вернутся. В понедельник и пятницу вернутся. А после этого мы планируем заехать в магазин, посмотреть, что посмотреть? А, костюмы на Хэллоуин. Дети уже готовы. У нас где-то чуть больше месяца до Хэллоуина, но уже открылись эти специализированные магазины. Нам даже прислали скидку на костюм. Вот. Так что поедем что-нибудь прикупим. Смотрите, какая у нас погода. У нас сегодня весь, всю ночь, не знаю, был ветер, дождь, что-то происходило. Утром вот тоже дождь пошёл. Это называется... Наступила осень в Калифорнии. Тут в Америке вообще всё странно. У них сезонные осень, весна, лето, зима наступают не 1 января, марта, июня и сентября, а среди месяца обычно где-то там. В общем, всякие вот эти осенние солнцестояния, весенние равноденствия. В общем, вот такие вот у них тут сезоны. Вот. Поэтому вот 21 сентября обычно наступает в Калифорнии, ну и в Америке, в общем, осень. И вот, собственно, у нас уже почти что 21-е. И вот наступила осень, пошёл дождь. Но хотя вот здесь дожди в основном идут зимой. А вот что он осенью пошёл, это, конечно, необычно, нетипично. Вот. Поэтому... Ну вот, как видите, да, вот там вот уже голубое небо, а вот здесь ещё всё ещё тучки. Так что всё нормально. Но уже попрохладнее стало. У нас сейчас 20 градусов. Уже одели кофточки. Это вот мы едем до лагеря, смотрите. Он в каких-то, походу, горах находится. Ну, не горах такие, это хиллс. Дорога, смотри, деревья смыкаются. Да, красиво. Мы уже едем так минут 5. Минут 5. Да, смотри, как классно. Ну, здесь вот очень дорогой район. Это Саратога. Вот. Это что-то типа Лос-Альтас-Хиллс. Ну, по уровню, я бы сказала, наверное, стоимости застроек. Да, тут такие небольшие замки находятся. Ну, есть вот такие замки, а есть вот такие вот, как бы, да, разные замки. Вот. Но с очень большим, вот видите, там тоже домик с большими территориями. Не видно, да, к сожалению, заросли сирени. Вот. Но там внизу мы ездили, ехали там вообще такие красивые дома. Вот. У нас тут, кстати говоря, в этом городе есть друзья, которые живут. Купили здесь квартиру, да. У них шикарный, конечно, такой вот. Такая местность. Очень красиво. Очень живописно, я бы сказала. Там у них прям... Это как похоже на Сочи. На Сочи похоже, да, реально, на Сочи. Смотри, у Леши ассоциации. Потому что Сочи, да, тоже горная местность, холмистая. Вот. И в Сочи, да. Слушай, похоже на Сочи, реально. Леша, ты прав. Может, деревья, да, чуть-чуть другие в Сочи. А так вот дорожки вот эти похожи. Ребята, мы прям в лесу натурально. Тут такие еще дороги с таким приличным уклоном, да. Но тут есть электричество, судя по всему. Да, хвой. Тут такой запах, вы не представляете. Вот этой вот хвоей влажной и смолой. Очень классно пахнет. Очень вкусный воздух. Я представляю, как вот там утром просыпаешься. Кайф, просто кайф. Обалдеть. Ты переживаешь? Насчет чего? Я просто боюсь, что будет лежать в этих деревьях. А, нет, ничего нету. Тут красота просто сплошная. Да, если это так красиво, то почему бы они просто спринклили какие-то животные и сделают Матернатирую просто так? Ну, тут какие-то, наверное, олени тут есть, олени. Вот она, живая природа. Вот еще второй. Да, да. Вот еще он там. Да, да, я вижу, вот второй. Тише, так и не шумите. Ой. Вот они. А, классно. Да, классно. Мама и ребеночек. Классно. Вот, смотрите, вот Валден Вест Центр. А, ну да, мы не сможем туда зайти. А, мы не сможем заехать туда, да? Ну, давай посмотрим, просто выйдем. Там, по-моему, обычные кампусы. То есть мы даже туда зайти не сможем, да? Да. Ну, хотя вон там можно пройти. Пройти можно, да. Вот, но мы туда заходить не сможем, потому что, видите, ворота закрыты, они просто так. Ты чувствуешь какой-то запах? О, боже, шишками пахнет, смоленистыми. Вот, смотри, какие там домики. Смотри, как там классно. Вау, there's windows? Ну, конечно, да. Это же нормально там, да. В общем, да, здесь закрыто, к сожалению. Ну, а там есть и Ууден, и не Ууден. Здесь вот солнечные панели стоят. А то здесь тропинка есть, можно погулять, наверное. А, слушай. Ну, в общем, да. Короче говоря, к сожалению, попасть туда нельзя. Ну, потому что мы нарушим туда границы. Но. Да. Лёша вдохновлён тем, что здесь есть олени, да? Красавцы. Там, кстати говоря, эта тропинка есть туда вниз. Да, гулять будут там. Ой, какой запах, ребята, просто шикарно. И там тоже закрыт проход. Трое. А, их трое? Да, я уже трое. А, точно. А, их не трое, я их. Смотри, они маленькие. Пятеро, пятеро. Пятеро? Раз, два, три, четыре. Или шесть, даже шесть. Их шесть. Ну-ка, отъедь назад. Смотри, там целая семья. Вон, посмотри. Сейчас я поближе вам их сделаю. Смотрите. Вон, смотри, маленьких там много. Обалдеть, ребята. Как это мило. Вон они там стоят за кустами ещё остальные. А эти в гору полезли. Четверо в гору полезли, и вот двое внизу ещё стоят. Посмотрите. Ой, какая красота. А, вот. Ну, они убегут, конечно. Они как наш хомяк, который будет прятаться всё время. Но этих хоть мы посмотреть можем. Хомяка мы особо не видим. Ой, вообще красавцы какие. Смотрите, мы заехали в Саратоку. Мы здесь гуляли как-то. Ой, а что мы здесь останавливаемся, да? Да, я хочу проложить машину. А, на заправку, да? Смотри, какой-то медвежачий... Это... Медвежачий... Ну, как чайный домик. Интересно. Но что-то никого нету, да, вообще? Из-за дождя, да? Это даунтаун. Это центр города. Ни души, ребята. Мы по пути решили зайти вот в этот вот чайный домик. Вова захотел чаю. Пошлите. Ну, пошли, ты выберешь сам. Пошли, пошли. Да, там, походу, весело. Какой-то особенный чай. Пошлите, да. Какой-то особенный чай. Вау! This way looks beautiful. And smells beautiful. Да? Да, тут запах какой-то. Тут везде такой запах. Слушай, тут у них в Саратоге такой запах просто. Класс. Посмотрите, какое у них тут меню. Тут разные есть чаи. Сейчас что-нибудь выберем. Нам еще дали печеньку. Вова выбрал печеньку. А какую это печеньку? Чаклычку. А, с шоколадной крошкой, да? Смотрите, какое у них красивое зеркало. Можно в нем фотографироваться. У них даже продаются здесь бутылочки, куди, майки, кепки. Вон, чес. Ничего себе. Почему она такая? Не зайчик, команда. Покажи свой чай. О, какой-то чай. У меня клубничная мачо. У Леши какой-то тоже клубничный чай. Боба-ти. О, там где-то есть, знаешь, по центру нарисовано. Ой, осторожней. Ну-то попробуй. Попробуй, скажи нам свой. У тебя что, папа? У меня вьетнанский кофе. Вьетнанский кофе? С чаем. С чаем? Ну-ка, вкусно? Ну-ка, да, попробуй. О, вкус чая какого-то. Леша, как тебе? Вкусно? Да? Тебе вкусно, Алеша? Тебе вкусно? Вкусно? Смотрите, какой дождь пошел. Мои побежали, побежали, побежали. Зонтик в машине есть в багажнике. Сегодня прям rainy day. Дождливый дождь. Люди, оказывается, есть. Они просто внутри сидят в заведении. Поэтому, видите, все-таки есть где-то. Что-то работает, где-то люди есть. Тем более сейчас обеденное время. Люди наверняка пришли уже пообедать сюда. Мы сегодня решили стейки сделать с вот этой приправой. Баттери стейк. Когда-то раньше делали. Да. Я сюда же насыпала, в нее эту же приправу насыпала в этот. В овощи. И в кукурузу. В кукурузу только в одну. А, да? Да. Ну, потому что, видишь, какая она крупная? Она для кукурузы не очень подходит. Она вся обвалится и не пропитается вкусом. Не пропитается. Нет. Я решила помельче. Тут, в принципе, тоже чеснок, лук, там, паприка. Ну, что там еще есть? Этот, петрушка, да? Турустые куски. Да. Вообще. Толще, чем обычно. Мощный будет, дольше жарится, да? Да. Я буду жарить, уберу. Кого? Убавлю температуру. А, чтобы они вкусные были. Да. Не пережарились. Не пережарить. Да, похоже. Что, у нас кончился газ? Печаль, печальная. Ну, ладно, я побежал. За газом? Ну, да. Волмарт? Да. Или где у нас ближайший газ этот? Волмарте, да? Хорошо, что Волмарт недалеко у нас. И еще не ночь. Хорошо, что он кончился. Не в процессе, да? Не когда мы начали жарить. Да. Вообще. Счастливчики, можно сказать. У нас, к сожалению, газовый баллон без измерителя. Надо купить. Надо купить, да? Господи. Вот один банан уже очистился. Где-то ходит без кожуры. Кожура, да? Осталась от него. А Леша ходит в этой робе. Бургер тоже, наверное, работает, да, папа? Смотрите, какой у нас тут дождина. А газа все еще нет. Юра говорит, там такие очереди дикие. Поэтому ждем. Наш папочка прибыл, наконец-то. Там сначала стоишь в очередь в кассу. Со старым баллоном? Нет, старый баллон оставляешь на улице. Ага. Потом стоишь в очередь в кассу. Надеешься, что его не упрут на улице. Да, в бурганская очередь. Ага. Ну вот, потом... Ну, это сегодня просто воскресенье, поэтому. Ну... Окей, и что потом? Потом платишь. Они говорят, идите теперь в кастомер-сервис. И там вам помогут. Но типа идите без очереди. Ага. Иду в кастомер-сервис, там один оператор. И без очереди не выйдет. Без очереди, да. Как-то не очень получается. Понятно. В общем, там в вторую очередь стоишь. Веселуха, короче. И самое интересное, я думал, что она со мной пойдет и потом поменяет. Ага. Я уже вторую очередь отстоял. И я, когда я отстоял в вторую очередь, она по рации вызвала кого-то. Я еще стоял, ждал, пока этот человек придет. Так можно было... Наверное, поэтому тебе говорят, без очереди идите в кастомер-сервис, чтобы она вызвала кого-то просто. Да. Она же сама не уходит. Ну, теперь будем знать. В следующий раз будем кричать. Подокричать. А тут такой ливняк был прям вообще капец. Ты прям пришел вовремя. Я попал в него, там тоже сидел. Да? А там зонтик у нас в машине есть. М? Зонтик в машине есть. На крышку грибы. Точно смотрите. Видите, да? Ой, так ладно. Мочить не буду долго мясо. Давай. Сейчас там тоже все будет испаряться. Может, все-таки перчатки? У нас сегодня прям капец какие толстые куски. Осторожно, не обожгись. Просто чтобы эти вот... Прям толстенные, слушай. Выбегнутри, не понимаешь. Нью-Йорк стейк у нас опять, собственная персона. Молодец. Так, а овощи, овощи давай. А, овощи. Овощи. Сегодня тоже будут в наличии. Сейчас я раскидаю, а потом распределю. Давай, давай. Места может не хватить, потому что сегодня кабачки крупные, порезанные. Ну, это страшно. Там еще бургеры же будут. А, блин, точно. Ну, это мы вытащим овощи. Ну, мы овощи пожарим потом. Бургеры. Ой, пахнет что-то уже вкусно. Мне кажется, это мясо. Ой, мы же сегодня новой приправкой помазали их. Все помазали новой приправкой. Вкуснейший запах. Аромат, аромат чудесный. Ой, блин. Тут у нас совсем... Совсем уже ливень. Может, тебе все-таки принести курточку, зонтик? Нет. Я могу. Смотрите, как быстро орудует в связи с дождем. Красота, да? Шикарно. Только на улице Юра не хочет выходить. Давайте курточку принесу. У меня есть. Все, Юрий вооружился курточкой. Моей. Главное, чтобы она не треснула у тебя на плечах. Вижу уже натяжение. 131. 131? А, ты его спрятал, что ли, туда? Да. Понятно. Ну, надеюсь, все будет хорошо. В другом 120. Какая у нас красота снова, ребята. Вкуснотища, да? Сегодня у нас праздник живота. Ну что, мы сегодня с фейкс новой приправой пробуем. Немножечко там и перчик есть, и все. С ней вкусно. Очень. Понюхаю, какой тебе больше нравится. В смысле у нас что? Разные. Серьезно? Да. Не знаю, похоже. Вот это, наверное. Вот это более, как будто бы, кислое, что ли. Понюхай. А это понюхай. Да? Ладно. За что пьем? За. Не во всем мире. За все хорошее. Дети все хомячат. Во всю. Вкусно? Приятного аппетита. Собирались, называется, ужинать во сколько? В пять. Но уже в восьмой час. Но в пять начали. Да, собирались. Леша, сделай, как ты делаешь. Это кто? Кят? Кошка? Мне показалось, что больше как на звеню похоже. Ну-ка еще раз. Прикольно. А, коты, 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 когда шипят. Да, точно. Продолжение следует...